И, скорее всего, Иван нам расскажет про лодочные двигатели, которые представлены в мотосалоне «Мотостиль», потому что я в них, кроме лошадиных сил, ничего не понимаю. Расскажи, пожалуйста, Иван. Мы представляем большую часть известных моторов китайского производства. Это моторы «Сиапро», «Альфа», «Парсон» и «Гольфстрим». Рынок текущий показывает, что, начиная от 2 и до 40 сил, китайский бренд можно уже почти приравнять к японскому качеству. То есть моторы действительно показывают себя очень качественными, очень такими надежными. Просто главное различие – понимать, что вы хотите от мотора. Если ваша задача стоит развлекательного формата, выезд за поездку каждые выходные условно, то есть 3-4 раза в месяц, то, по сути, можно и приобрести недорогой мотор. Это наподобие «Сиапро Торпон» 9.9, самый популярный. Цена его 89 тысяч рублей. То есть это какая-то непрофессионная серия, да? То есть не для рыбаков, не промысловников. Можно действительно и рыбакам, просто по качеству самих комплектующих и качеству сборки, он подходит как раз-таки больше очень много под любителей. Если же рассматривать более… Хорошо, для примера цена. 89 тысяч рублей. Если мы с вами рассматриваем уже более профессиональный стиль рыбалки, то есть это когда условно рано с утра мы с вами собираемся и уезжаем на 2-3 дня стабильно каждые выходные, конечно же я бы рекомендовал приобрести мотор либо «Альфа», либо «Порсон». Они по качеству комплектующих и по качеству сборки будут чуть-чуть получше. То есть у него ресурс двигателя будет побольше, чем у того же самого «Торпон» 9.9. Но опять же это не говорит, что «Торпон» это какой-то плохой мотор. А «Сиапро» это куда относится? «Сиапро» это бренд, который выпускает моторы от 3 лошадиных сил. И самый популярный они доработали и назвали его «Торпон» 9.9. А вот раньше он был «Сиапро» 9.9, сейчас конкретно «Торпон» 9.9, чтобы на слуху был. «Тахатсу» получается осталось у вас еще? «Тахатсу» да, это официальный дилерский мотор. Он у нас еще в наличии, с официальной гарантией. Пожалуйста, тоже есть. Такой отличная замена весел. 3,5 лошадиные силы. Цена его 49.900. Сейчас они уже не поставляются? Нет, сейчас только параллельный импорт существует. Но там цены порой заоблачные. И гарантию на моторы из параллельного импорта никто не подтвердит. Ну да. Ну что ж, с ладочными моторами нас познакомили. А давайте теперь посмотрим и экипировку. Вот в частности, начнем с шлемов. Какие у вас представлены шлема? Каких марок? Каких модификаций? У нас представлены все возможные модификации шлемов. То есть это шлема как три четверти. В простонародье открытые. Шлема-энтегралы, модуляры. Комбинированные шлема, которые подходят как и под эндуро, так и под дорожную тему. И, конечно же, это кроссовые шлема. Ну, как правило, это все фирменные шлема, все сертифицированные. Обязательно у нас шлема репликами мы не занимаемся. То есть у нас обязательно наличие на шлеме это сертификаты безопасности. Это ASEE либо DOT, как минимум. Ну, то есть SWORD, да? И также у нас бывают иногда такие эксклюзивные, можно сказать, немного новинки. Это наподобие вот LS2 недавно прорекламировал, хотя AeroHead это придумал еще раньше. Это комбинированный шлем. То есть он превращается из такого интегрального. Можно его использовать, то есть как модуляр мы поднимаем забрало. И в то же время он у нас с вами превращается в три четверти в эксплуатацию. По городу, на самом деле, очень комфортно. То есть вентиляция, очень хорошо дышать, особенно в городском потоке это происходит очень тяжело и напряженно. Сколько стоит такая модель? Такая модель начинается от 25 тысяч рублей. А вообще шлема от какой ценовой категории здесь представлены? Если рассматривать шлема интегралы, они начинаются у нас от 12 тысяч рублей. Если рассматривать шлема открытого формата, они начинаются от 8. Также у нас присутствуют всегда, это самые топовые шлема, допустим, кроссовые. Это AeroHead Viator 3. На рынке шлемов кроссовых, это сейчас AeroHead Viator самый топовый. У него идут магнитные все застежки. Полностью регулируемая вентиляция. В комплекте идут заглушки для всех вентиляционных отверстий. То есть его можно эксплуатировать не только летом, но и зимой. И сам по себе шлем доработан в отличие от модели 2.3. То есть они доработали не функцию, а его безопасность на складывании вот этой части. Поэтому шлем стал немного тяжелее. Но в то же время он идеально сидит на шее. То есть его баланс здесь выберен на достойный уровень. Вообще все ли фирменные шлемы сейчас поставляются в России? Или какие-то шлемы? На текущий момент многие производители вернулись на российский рынок. То есть с прошлого года, если бы точнее с весны прошлого года, допустим, компания HDC временно не поставляла какую-то модель шлемов. Но на сегодняшний день они сейчас в полном объеме поставляются в Россию без каких-либо проблем. Ну то есть какие-то трудности с логистикой скорее всего были? Скорее всего да. Так же как и был и OXS. То есть это немецкий бренд. У них были проблемы. Им просто проблема с самой поставкой. Именно вопрос как раз-таки логистики. Хотя сама компания не отрекалась от российского сегмента. Идем дальше. Смотрим экипировку. Какая экипировка у вас представлена в салоне? В основном у нас мы поддерживаем нашего российского производителя. Это компания Dragonfly в городе Екатеринбург. Они имеют большой и широкий список экипировки. То есть начиная просто как защиты от ветра и дождя. Дождевики как есть раздельные, так и слитные. То есть могу представить вам как самая популярная модель. Это куртка-дождевик Dragonfly Ива желтого цвета. Мембранные куртки позволяют телу дышать, не преть. И самое главное они не промокают. То есть летом на мотоцикле в этой курточке можно? Вполне. То есть даже когда у нас с вами просто стало как-то прохладненько, мы с вами надеваем дождевик, нам с вами комфортно и тело при этом дышит. То есть не как в пленке едешь? Нет, нет. Также у нас представлена линейка эндуро-ботинок. То есть мы работаем с такими брендами как Гаерне, Асербис, Форма, Сиди и Лид. Ну вот допустим, да? 26 с половиной тысяч. Ну эта цена уже изменилась. То есть сейчас такие ботинки можно приобрести за 19 900. Здорово. Так что пользуйтесь. Они на самом деле очень качественные. Да, это GX1. Не побоюсь сказать, являются одними из самых бюджетных, но именно защищающих ногу ботинок. Я езжу на скойках. Это бюджетнее. Также в нашем салоне можно приобрести шлема и премиум качество. Это японские шлема Шоя. Любого формата. Открытые, интегралы, модуляры, даже кроссовые шлема. А, 39 400, да? А, нет. Нет, я ошибся. Это 94 тысяч. И самое главное, что мы каждый шлем можем дооборудовать мотогарнитурой сена. Сразу же здесь, в салоне. Да. Гарнитура у нас в наличии. Есть как и отдельные гарнитуры, так и двойные в комплекте идут. Также в нашем салоне представлена и экипировка для асфальтной техники. То есть это все дорожные мотоциклы и туристы в том числе. Начиная с простых городских рубашек и толстовок, заканчивая многослойными куртками, которые сохранят вас и в тепле, и защитят от холода. Но при этом имеют достаточно хорошие воздушные клапана. То есть даже если выехав отсюда, у вас за бортом будет плюс 7, плюс 10. И приехав куда-нибудь на юг, где уже за 20-25 градусов, скинув все подклады, открыв все воздушные клапана, вам будет точно так же комфортно, как и в любой другой сетчатой куртке. Легкой курточке. Легкой курточке, да. Без подклада. Также для любителей ездить на работу на мотоцикле у нас представлены мото-джинсы. Они идут с защитой коленей каждой модели и с защитными вставками в бедра. Также в них присутствует экиплар, который защищает кожу от истирания в случае падения. Не дай бог. Да. Также обувь на вкус и цвет, как и для ежедневной поездки на работу кроссовками и кедами, либо высокие с великолепной защитой голени.